МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Нью-Ти-Ви вечерний выпуск новостей. С вами Руслан Харизов и главные темы уходящего дня. Обсуждения вокруг возвращения на родину Умирбека Бабанова продолжаются. Бешкекчане ждут политика с распростертыми объятиями. Осторожно просрочка. Молочная продукция в магазинах столицы хранится совсем неправильно. Для молочки смертельно опасны температурные режимы. Переходим на электронный формат. Теперь врачи будут выписывать рецепты исключительно в онлайн-режиме. Сегодня на контрольно-пропускном пункте Актелег-автодорожный на Кыргызско-Казахстанской границе скопились большегрузные автомобили. Такая ситуация сложилась из-за увеличения времени проверки транспортных средств, так как при въезде в Казахстан фуры подвергаются более тщательному досмотру. По данным на обеденное время на КПП стояло около 140 грузовых авто, ожидающих очереди в сторону Казахстана. Пропускная способность казахстанской стороны составляет 4-5 машин в час. Также сообщаем, что в других пунктах пропуска на Кыргызско-Казахстанской государственной границе скоплений лиц и транспортных средств не наблюдается. Данная обстановка сложилась только в пункте пропуска Актелег-автодорожной. В отношении бывшего главы аппарата президента, члена полицовета СДПК, Фарида Ниязова, возбуждено уголовное дело. Как сообщили в милиции, в органы обратился гражданин Максат Чегирткеев, требуя привлечь к уголовной ответственности главу Госкомиссии по координации и социальной поддержке родственников погибших и пострадавших 7 апреля Фарида Ниязова и других членов комиссии. По словам заявителя, в 2017 году эти лица, злоупотребляясь своими должностными полномочиями, отказали в лечении, отозвав со счета Минздрава перечисленные на это цели 200 тысяч суммов. Сам Ниязов, между тем, направил главе МВД Кашкару Джунушалиеву открытое письмо, где рассказал свою точку зрения. И в целом он считает, что данное уголовное дело – это политический заказ. Умирбек Бабанов должен вернуться на родину и использовать во благо народа свои реформаторские способности, считают бешкекчане. Более того, как полагают граждане, политик может заменить нынешнего главу Кабмина и конкретно реализовать заложенные планы правительства. Мнение горожан выслушала Аида Амадбекова. На этой неделе в обществе не прекращаются разговоры по поводу приезда лидера партии Республики Атаджурту Умирбека Бабанова. Главный вопрос в том, что он будет делать после возвращения. В связи с этим мы поинтересовались у молодого поколения о том, в какой сфере он мог бы продолжить свою деятельность и нужен ли он стране в целом. Если лидер партии решит возвратиться в политику, то он мог бы проявить и реализовать идеи, которые были еще в своей программе, направленные в развитие экономики и социальной жизни страны. Все мы помним, что именно Бабанов во время своего правления кабинетом министров в 2011-2012 годах всего за год смог ввести реальные изменения в различных отраслях республики, считают бюшкигчане. Поэтому его стоит назначить премьер-министром вместо Аблгазиева, так как его инициативы, возможно, смогли бы дать толчок застоявшейся работе нынешнего правительства, отметили жители столицы. Деятельность правительства, следует сказать, что за тот период времени, который было отведено действующему правительству Мухаммаду Чайкиевичу, нужно признать, что она, к сожалению, не показала свою эффективность, свою мобильность в решении социальных вопросов, экономических вопросов, вопросов того же пограничного характера. Мне кажется, правительству следует уйти в отставку. Стране нужны новые лидеры, которые смогут провести реформы. Мне кажется, одним из оптимальных вариантов для нового главы правительства был бы тот же Эмир Бектов Плачбабанов. Действительно, о весь работе премьер-министра и его кабинету в конце апреля будет уже год. А результатов практически никаких, учитывая то, что Мухаммад Калай Аблгазиев завершает уже запланированные действия и работы предыдущих премьеров. А своих инициатив, кроме как провальных изменений в кодексе о правонарушениях с баснословными штрафами за плевки, пока что горожане не заметили. Конечно, я за приезд у Мурбека Бабанова. Вы ведь сами видите, в какой мы сейчас ситуация, в каком положении кабинет министров. Им нужен реформатор, человек, который предвидит не только завтрашний день, но и знает, как сложится ситуация через несколько лет и заранее примет меры. Как это было, например, с тем, когда Бабанов убрал доверенность для авто. Это ведь облегчило жизнь водителей. Более того, граждане, которые наблюдают за деятельностью Мурбека Бабанова, считают, что политик ставил перед правительством каждый раз новые задачи, которые выполнялись в оперативном порядке. Очевидно, что сейчас правительству нужны другие подходы и шаги в решении вопросов, связанных с развитием страны. У политика, мне кажется, все еще есть свое место в Кыргызстане. Вместо того, чтобы поддерживать таких людей, мы, наоборот, их загоняем в угол. Мне кажется, Бабанов может еще многое показать и сделать для страны. Если исходить от итогов президентских выборов 2017 года, то тогда ему доверяло и поддерживало 33,74% кыргызстанцев, участвовавших на выборах. Это говорит, что он второй человек после президента, которому можно доверить судьбу государства, также считают граждане. Если честно, то во время выборов я голосовала за Бабанова. Мне нравились его идеи по развитию молодого поколения. А сейчас, кажется, правительству нет дела до нас. Отсюда и увеличение мигрантов за рубежом. Напомним, что на этой неделе сторонники лидера фракции Республика Атаджурд заявили, что провели четыре экспертизы, которые подтверждают, что в выступлениях Бабанова во время предвыборной гонки, за что и, кстати, возбудили уголовные дела, не несут никаких заявлений, призывающие к межнациональной розни. Сам Бабанов заявил, что вернется на родину в ближайшее время. Аида Матбекова, Колыбек Абдумамутов, Нью-Ти-Ви. Экс-глава фонда обязательного медицинского страхования Марат Калиев в настоящее время работает проректором Международного медицинского университета. Напомню, на заседании правительства 15 февраля премьер-министр Абалгазиев объявил предупреждение министру здравоохранения Космосбеку Челпонбаеву и директору ФОМС Марату Калиеву за недостаточную работу по программе электронной рецепты и неполное освоение средств, выделенных на обеспечение лекарственными средствами. Кроме того, имя Калиева фигурировало в скандале, связанном с закупкой двух внедорожников на средства Всемирного банка. Теперь пациентам врачи будут выписывать рецепты на лечение в электронном формате. Пилотный режим запущен в трех районах Иссык-Кульской области. Однако это касается лишь тех, кто застрахован и получает деньги из фонда обязательного медстрахования. Новая автоматизированная система заменит рукописную и ежемесячный сбор информации с аптек для взаиморасчетов. Подробнее расскажет Перезад Бакытова. Электронный рецепт разработали иностранные специалисты, адаптировали для Кыргызстана уже местные. Ничего сложного нет, открывается внутренний сайт для врачей и аптек. Вводятся персональные данные, логин и пароли, все готово. Далее можно выписывать рецепт, но уже в электронном формате. Дает много возможностей. Самое главное, она позволяет повысить прозрачность системы, управляемость. Раньше, когда было оффлайн, его трудно было обновлять. Везде приходилось ездить. Сейчас она работает на сайте фонда ОМС. И какие нужны изменения, можно быстро это сделать. Электронный рецепт будет доступен и в аптеках. Фармацевты также будут иметь свой доступ к домину. Однако вся эта процедура может стать бесполезной без биометрического паспорта. Ведь передавать логин и пароль можно и третьим лицам. И тем самым благополучно продолжать продажи льготных лекарств. Пока можно заходить на сайт только по паролю. Биометрику введем позже. Нужно будет просто приложить паспорт к считывателю. Электронный льготный рецепт с 11 марта запущен в тестовом режиме в трех районах Иссык-Кульской области. Программа пока не доработана. Из имеющихся 10 шагов выполнены всего три. Час, который мы сейчас реализуем, это стандарт. Это стандарт программы. На фоне этого стандарта мы будем еще отрабатывать специфическую часть. То есть оно будет еще более упрощено. Есть некоторые детали, которые мы предлагаем еще включить. В это выписывание рецепта мы заметили, что даже не то, что мы заметили, а вот нас радует, что будет все прозрачно. Пациент будет знать, аптека будет знать. И самое главное, мы будем знать сумму возмещения. Закончат полностью электронный рецепт только к концу этого года, а хватят сначала Иссык-Кульскую и Оржскую области. Ожидается, что доступ к данному сайту получат и больные. Такой опыт имеют уже ряд других стран, правда эффект везде разный. Нельзя сравнивать другие страны с Кыргызстаном. У вас своя инфраструктура и возможности. Успех проекта зависит не только от Минздрава или ФОМС. Тут важно участие госорганов на местах. Если цель будет едина, то доступность лекарств станет на порядок лучше. Не секрет, что фармбизнес в Кыргызстане погряз в коррупции. Обычно вместо больного жизненно необходимые лекарства получают посторонние лица. Риски личного обогащения есть на каждом шагу. Ими могут стать как врачи, так и фармацевты. Кефир переименуют в кефирный продукт. Такие изменения будут введены с 12 августа согласно новым техническим регламентам. Производители отмечают, что содержание продукта, его безопасность останется прежней, и потребители могут не волноваться. Однако известно, что большинство жалоб со стороны граждан поступает именно на данный вид продукции. То сроки годности просрочены, то нарушения в содержании. Почему надзорные органы не следят за его реализацией, на что стоит обращать внимание потребителю при покупке молочного продукта, в следующем материале. В список скоропортиющихся товаров входят молочные продукты, молоко, йогурт, кефир, сливочное масло, сырый и творог. Стоит быть определенно осторожным при покупке этого списка и обращать внимание на сроки годности и содержания. Ведь зачастую точки реализации, скрывая эти нарушения, мягко говоря, наносят вред здоровью населения, со слов производителей. Зачастую это мелкие точки реализации, где в холодильниках не соблюдается температурный режим. А это 2,6 градусов, ни больше, ни меньше, заверили специалисты. Страдает категория так называемая БЦ. Это простые магазины и так далее, где не вполне наши, скажем так, реализаторы соблюдают именно в первую очередь температурные режимы. Для молочки смертельно опасны температурные режимы. То есть строго выставлено 2,6 градусов, ни больше, ни меньше. Иногда зачастую бывает так, выключили холодильник или и так далее, и так далее. На заводе и при транспортировке все режимы хранения соблюдаются и контролируются, не сколько трудно изготовить качественный продукт, а сколько донести его до самого потребителя. Ведь это очень сложно, если магазины не соблюдают все требования, а в итоге страдает марка. Покупал он у него кефир, он у него прокис. Во-первых, мы теряем клиента, во-вторых, он тоже теряет клиента. Никто не заинтересован. Все заинтересованы продавать, продавать хорошее, да? Нисколько трудно именно саму качественную продукцию изготовить, сколько его до употребителя донести. И в этом аспекте, в этом ключе мы очень сильно страдаем и хромаем. Нисколько мы страдаем, сколько, ну, уровень реализации наших торговых сетей зачастую бывает, что да, иногда это хромает. Мы заглянули в один из магазинов, чтобы убедиться, а соблюдается ли все нормы, а главное – температурный режим. Владельцы мелких торговых точек рассказали о порядке реализации и уверили, что жалоб не было, ведь просрочка сразу возвращается производителям. Молочная продукция – самая опасная, и здесь очень важно правильное хранение. Холодильник работает без перебоя, а фирмы-поставщики при истечении срока годности забирают продукцию. От клиентов жалоб не было, но и мы боимся за репутацию. Кстати, иногда потребители жалуются на содержание, мол, что-то не по вкусу, но и мы сразу реагируем и оповещаем фирмы. Кстати, согласно новым требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, молочную продукцию кефир переименуют на кефирные продукты, и эти изменения будут введены уже с августа месяца. Как уверили специалисты, население может не бояться этих изменений, ведь они не затронут ни содержания, ни цены, ни упаковки. Стандартные технологии производства также останутся прежними. После 12 августа, если даже название поменять кефир на кефирный продукт, это та же самая продукция, которую мы с вами сейчас пьем, и которая все время до этого производилась. Качество такое же, состав все то же самое, только в соответствии с регламентом необходимо будет нам поменять кефир на название кефирный продукт. Изменения названия продуктов в других, например, странах, привели к спаду производства на 30%, и поэтому у местных есть опасения, что будет подобная картина. Однако без внедрения таких регламентов наша продукция молочная не может в полном объеме выводиться на экспорт. Сегодня Северэлектро произвело дистанционное отключение 8 тысяч бытовых абонентов за несвоевременную оплату потребленной электроэнергии. Общая сумма задолженности этих абонентов составила 12,5 миллионов сомов. В Северэлектро призвали абонентов оплатить счета за электроэнергию, напомнив, что информация об оплате счета за электричество в платежных терминалах появляется в базе данных ОАО моментально в режиме реального времени. Как отмечается электроснабжение, потребители с так называемыми «умными счетчиками» отключаются дистанционно, но вот подача электричества возобновляется сразу же, как произведена полная оплата, и соответствующий сигнал поступает на Север-Северэлектро. В ОАО подтвердили, что решение об отключении принимается не исходя из размера долга, а длительности неоплаченного периода. Государственная налоговая служба будет принимать единую налоговую декларацию до 1 апреля включительно. В ГНС напомнили, что до указанного срока ЕНД обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности движимое и недвижимое имущество и земельный участок, а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица. За несвоевременное представление ЕНД налагается штраф в размере 1 тысячи сомов. В Бишкеке проходит 14-й международный культурный фестиваль «Цветы России» проект Министерства культуры Российской Федерации. Организаторы привезли в Кыргызстан все лучшее, что есть и связано с детским творчеством в соседней стране. Программа фестиваля включает мероприятия культурного и образовательного характера. Мы привезли фестиваль «Цветы России» в Кыргызстан в этом году. Это проект Министерства культуры, это комплексное мероприятие, в составе которого выставка детских рисунков. Именно она и открывала фестиваль. Она экспонируется начиная с 25-го числа, уже с 25-го марта. На ней представлены лучшие работы детей России. Собирались эти работы порядка полугода. Компетентная жюри их оценивала и выбирала лучшие. Сюда приехало всего лишь 30 работ, хотя, конечно, достойных рисунков было большее количество. Мальчик, который победил на этой выставке, поедет с нами в «Дюссельдорф». Это тоже фестиваль «Цветы России», но он пройдет в апреле месяце, потому что следующим городом Ташкент и третьим городом этого года будет «Дюссельдорф». И уже до новых встреч в 2020-м. Мы получили порядка тысячи работ. Она тиндрова в конкурс всего лишь за полгода. Думаем, что если бы аннотация шла за год, мы получили бы большее и большее количество. Так как почта наша взорвалась, специалисты перерабатывали полученные рисунки. И из них сложно было жюри выбрать всего лишь 30. Мы всегда возим 20 работ, но в этот раз было такое количество, что пришлось взять 30. Конечно, думаю, достойных работ огромное количество. То есть, в общем, талантливых детей тоже. Каждый ребенок талантлив по-своему, а уж тем более в изобразительном искусстве мы получили большое-большое количество. И, ну да, какие-то критерии, понятно. Все равно это субъективно, хотя и мнение экспертов. Причем из Петербурга, допустим, не так много работ, из столицы тоже не так. А вот из маленьких уголков и даже не из центров областей, а из каких-то поселков городского типа приходило очень большое количество. То есть Россия разная. Россия может быть историческая, то есть это, допустим, город Псков, Новгород. Может быть, Россия новая, уже такая техногенная. Мальчик, который выполнил эту работу 10 лет, он не живет на севере страны. Это Ижевск, это, в общем-то, Поволжье. И такая уютная, наверное, в своем образе техника. Во-первых, оценивается техника, во-вторых, ну, возраст. И в-третьих, композиционный момент. Ну, я думаю, что композицию, понимаете, в 10 лет изобразить юрту, северные народы, это же, ну, не те народы, которые представляют город Ижевск. Вот это тоже уникально. Мальчик из Ижевска изобразил. Хотя жюри не знало, откуда, откуда, откуда работают. Да, 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 да. Жюри в этот момент, скорее всего, не совсем правильно. Ну, там, мне кажется, композиция и техника в данном случае. Серебряная копытца, вот, 10 лет сгорода в Северск, это Ленинградская область. Какое-то даже время было, ну, это, сомнение, возможно, ей отдать первое место. То есть, эта работа тоже боролась за первое место. И на этом у нас сегодня все. Наши журналисты продолжают следить за развитием событий в стране и за ее пределами. С вами был Руслан Харизов. Увидимся на следующей неделе. Руслан Харизов Руслан Харизов